Отвести на полбина Герой нашего сегодняшнего выпуска – 38-летний мужчина, который 20 лет своей жизни отдал наркотикам. Мы продолжаем цикл передач о тех, кто спасает жизни, о специалистах медицинских учреждений Ульяновской области, о методиках, которые используются в клиниках региона. Все это в спецпроекте «Спасай жизни». Ежегодное лечение в наркологической больнице проходит порядка 4 тысяч пациентов со всей области. Ольга Павловна, расскажите о специфике работы врачей именно в вашем медучреждении. Специалисты наркологической больницы занимаются лечением не только психического, но и соматического состояния пациентов. Методы лечения у нас включают в себя первый этап – это детоксикация. Это когда пациент поступает и проводит очищение крови, медикаментозное лечение, восстановление сна, снятие всех неприятных моментов, связанных с отменой употребления наркотика или алкоголя. Как называется похмельный синдром или абстинентный синдром. Это проходит первый этап в наркологических отделениях. В отделениях неотложной наркологической помощи и в наркологических отделениях – мужском или женском. Наше отделение занимается реабилитационной работой. Отделение открыто с 2013 года, с декабря, работает уже 5 лет. Отделение работает по принципу био-, психо-, социо-духовной модели. Ведется здесь работа полифункциональной бригадой, которая включает в себя врача-нарколога, психиатра-нарколога, врача-психотерапевта, клинического психолога и социального специалиста, социального работника. Все пациенты наши с достаточно сложной судьбой, и у них за плечами очень много неприятных моментов. И когда работаешь с пациентами, естественно, находишь с ними такой доверительный контакт, они с тобой открываются, раскрываются, доверяют себе все тайны. Зависимость от алкоголя и наркотиков у нашего героя возникла в 15 лет. Все началось с безобидной бутылки пенного напитка, а потом, как по накатанной вниз, к аморальному образу жизни, где в ход пошли тяжелые наркотики, начались проблемы с законом. И так много лет. Вокруг не осталось никого. Мужчина признался нам, что тогда у него было только два пути, либо в тюрьму, либо под землю. Где-то с 2006-го и 2007-го года я в первый раз приехал сюда, в наркологию. Приезжал, чисто, скажем так, перекумать, чтобы восстановиться. Этого хватало там месяц на два, может. И все по-новому. То есть, периодичностью раз в год я сюда поступал. Там месяц был здесь. И обратно. Что стало конечной точкой, когда вы поняли, что ну все, падать уже некуда? Ну, вот это и стало. Потому что я как бы, ну, я считаю, что я достиг дна своего. То есть, ниже уже некуда. Ниже либо там два метра под землю. Ну, тюрьма в лучшем случае. Вот. И все как-то это собралось. Я не знаю. Обстоятельства сложились, так скажем. Но я не считаю, что я начал выздоравливать из-за обстоятельств. Но получилось так, как получилось. Потому что и мне некуда было идти. У меня не было друзей. У меня от меня отвернулись все близкие, родные. Там все-все-все. Очень сильно заболела мама у меня. Здесь четыре специалиста сразу подключились и начали с ним работать. Разработали индивидуальную психотерапевтическую программу, в которую он вступил. И началась длительная, кропотливая работа. Скажу так, что пациент был достаточно сложным. Потому что первые три месяца были очень трудными. Здесь проходил адаптационный период. Пациент был как бы безучастен вообще к жизни отделения. У нас в отделении есть своя жизнь. Он был безучастен к жизни отделения. У него периодически возникало влечение к наркотическому веществу. Перепады настроения. К тому же никак не мог восстановиться сон. Спустя три месяца постепенно начались только первые-первые сдвиги. Спустя шесть месяцев уже такие значительные изменения были видны. Мы устроили его в больнице подсобным рабочим. Он помогал, получал небольшую зарплату. И через девять месяцев полной реабилитации мы с коллегами посвящались и решили, что мы можем его выписывать, что он активно будет функционировать в социуме. Никогда вот сейчас не возникает в какой-то трудной ситуации вернуться к этому всему? Ну, вернуться к этому всему не возникает. Возникает, ну, тяга возникает. Почему нет? Как боретесь с ней? Я борюсь. По-разному. Ну, я стараюсь ее, как, улавливать эти моменты. То есть я понимаю, что со мной происходит. Есть там резкие смены настроения какие-то. Или вот непосредственно прям хочется все бросить и пойти туда. Ну, я пресекаю это все. То есть я понимаю, что это тяга. И то, что если я пойду, туда ничего хорошего не будет. Сейчас наш герой действительно вернулся к нормальному образу жизни. Все свободное время тратит на любимую работу. Водит машину. И вовсе не имеет вредных привычек. Завязал даже с сигаретами. Кстати, о друзьях. У меня сейчас вот такие классные друзья, которые, ну, и меня поддерживают. И иногда прям подзатыльник могут дать, то есть в правильном направлении. Когда-то я их поддерживаю. Ну, это друзья-друзья, вот я считаю. Я считаю, что раньше, ну, друзей настоящих у меня и не было, наверное. Были какие-то, ну, соупотребители, может, там какие-то. Ну, такие дружки, скажем. Ну, то есть это совсем не те люди, которые были раньше, да? То есть можно найти уже друзей в таком? Да, они сами находятся. То есть я отстранился вот от всего, от этого. И как бы, ну, в любом случае, круг общения. То он сам по себе, по идее, появляется. Сейчас мужчина в своем плотном графике пытается найти время на занятия спортом. И мы уверены, он найдет. Кто бы что ни говорил, человек способен практически на все. Наш герой тому подтверждение. Главное, вовремя успеть воспользоваться единственным шансом. И действительно, этого захотеть. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!